Деньги или набор социальных услуг. Людям, которые пользуются федеральными льготами, вновь предстоит сделать выбор. Причем определиться им необходимо до 1 октября. Сегодня в нашей студии Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения края Светлана Попова, заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Алтайского края. И поговорим мы как раз о том, какой выбор чаще всего делают жители региона и стоит ли отказываться от набора социальных услуг. Здравствуйте. Рад вас видеть. Ну и прежде всего, я думаю, Светлана, вам вопрос адресуем. Что все-таки в этот социальный пакет входит? Вот мы говорим набор социальных услуг, что туда входит и как этим пользоваться? Часто ли люди этим пользуются? Скажем так, полная информация о том, что входит в этот набор социальных услуг, она есть, конечно, на сайте Пенсионного фонда России. Она в общедоступном формате находится, но в целом, скажем так, это лекарственное обеспечение, это проезд на же на транспорте и санторок уротное лечение. Нас интересует как раз часть набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. Что касается граждан, сколько у нас имеет право на этот соцпакет, это порядка 250 тысяч, но только 21 где-то процент, вот по итогам прошлого года компания у нас была по восстановлению права граждан на набор социальных услуг, этот право сохранили, выбрали на 21 год. То есть это маленький процент, вы считаете? Процент маленький, а в людях это порядка 56 тысяч. Ну совсем немножко получается. Немного, да. А вот допустим, да, человек отказывается от набора вот этих социальных услуг. Какую финансовую помощь он получает? То есть там, наверное, какая-то финансовая помощь очень большая, она весомая, раз человек отказывается. Выплаты составляют ежемесячная, так называемая ежемесячная денежная выплата, и она составляет 929 рублей 80 копеек. То есть это в принципе совсем немного? Да. Можно сказать. А в год это у нас получается сколько? В год порядка 11 тысяч. Тоже небольшая сумма. Вот как, допустим, отказаться от набора социальных услуг, потому что кто-то, может быть, подумал, что и эта сумма его устроит? Ну почему сразу отказаться? Давайте лучше скажем так, что как написать заявление в пенсионный фонд и прийти с этим заявлением в пенсионный фонд на том, чтобы восстановить свое право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения. Потому что пациент, любой гражданин, он может взять одну из этих частей отдельно. А, вот так даже, да? Да, даже так. То есть если ему не нужен транспорт, не нужен центр укроводного лечения, он может восстановить только вот эту лекарственную часть. Лекарственную часть. И тогда он приходит на поликлинику, медицинскую организацию по месту жительства, ему выписываются, оформляются бесплатные рецепты. И хочу сказать, что они теперь в электронном виде могут оформляться. И он получает полную свою лекарственную терапию по своему заболеванию. То есть, в принципе, вот от тех двух он отказался, а это достаточно выгодно получится. Да, это выгодно. А смотрите, если, допустим, он отказался от тех двух, да, то ему что-то еще выплачивают или нет? Конечно, конечно. То есть какая-то сумма тоже есть? Я теперь вам точно не могу сказать. Но она уменьшается, просто меньше суммы, да? 929 рублей – это лекарственная часть. Плюс к этому определенная компенсация за проезд и определенная компенсация за санатору и курортное лечение. Где-то это порядка в целом. Ежемесячная денежная выплата – это где-то 1200. Я могу ошибаться, но вот где-то такой придел. Но у меня был следующий вопрос о том, что чаще сейчас выбирают, набор услуг или деньги. И я так поняла, что все-таки деньги люди выбирают, да? Да? Почему? Почему? Ну, скажем так, у нас очень много проживает симпалатинцев. Очень много регион такой, да? Очень большая, там порядка 70% части на самом деле граждане, у которых имеют льготы по симпалатинскому полигону. Ну, с другой стороны, уже в определенный момент граждане чувствуют себя здоровыми, скажем так. Либо они решают, занимаются самолечением. Причин много. Но я вас уверяю, любой человек, у которых маломальские, скажем так, значимые заболевания, и наблюдается ухудшение своего здоровья, он идет с заявлением в пенсионный фонд и восстанавливает свои права. Особенно это заметно, когда у нас онкогематологические, онкологические заболевания. А такие люди тоже отказываются бывают, да? Да, вы знаете, да, вот мы их наблюдаем, каждый, например, причем наблюдаем в той точке зрения, что заболевание, оно уже спрогрессировало, да? И вот он выявилось, что необходимо лечение лекарственными препаратами, причем дорогостоящими, и только тогда пациент идет как бы на такие шаги. Плюс вот кардиопакет. Вот смотрите, может быть, люди выбирают деньги из-за того, что, допустим, они пошли в аптеку, и лекарства недоступны, да? Вот бывает такое? Может оказаться? Видите, все зависит от заболевания. Ведь есть те люди, у которых есть право на набор социальных услуг, они же достаточно могут быть еще не пожилыми, скажем так, достаточно возраст. У них нет серьезных заболеваний, там различные причины. Вот они попали по социальному признаку, а не по заболеванию в этот, скажем так, в этот регистр людей, да? И поэтому, когда у них нет такого какого-то особого заболевания, соответственно, зачем им, собственно говоря, идти выбирать эти деньги, да? Они пошли в аптеку, купили что-то там для себя периодически, эпизодически. Нет, вот я сейчас имела в виду другое. Вот смотрите, допустим, у них заканчиваются лекарства, а в аптеке на данный момент этих лекарств нет. То как им поступить? Есть же какая-то горячая линия или что? Вы имеете в виду льготников либо обычных? Нет, льготников, да. Льготников. Ну, скажем так, есть такое понятие, как постановка рецепта на отсрочное обслуживание. Есть понятие, как горячая линия. Нам находятся все эти телефоны горячих линий у нас на сайте Министерства здравоохранения Алтайского края. Причем есть горячая линия по всем вопросам. И плюс отдельно выделен телефон для вопросов по лекарственному обеспечению. Но долго им предстоит ждать? Или им вот проще за свои деньги пошел и купил где-то там в другом месте? Вы знаете, для базовой терапии у нас всегда лекарственные препараты имеются. Для базовой терапии. Поняла. Вот каков вообще процесс получения этих лекарств? Наверное, уже Анне Александровне адресует этот вопрос. Куда люди должны пойти, чтобы получить вот этот самый рецепт на лекарственные препараты, там пойти в аптеку потом с ним? Это делает лечащий врач. То есть просто где-то терапевт на участке? Да, который наблюдает этого пациента, диспансерное наблюдение. И он, соответственно, решает, какие препараты выписать, определяет круг препаратов, выписывает их. И врач-терапевт прекрасно знает, что есть в этой льготе, чего нет в этой льготе. У него сегодня прекрасный инструмент под руками, он открывает компьютер, он видит, что есть на складе, чего нет на складе. А то есть на самом деле уже даже терапевт может на приеме понять… Сегодня у нас очень дружелюбная программа, которая помогает терапевту в этом ориентироваться. То есть программа создана уже около скольки лет? Семь, да, она существует. И она совершенствуется. И это огромная помощь для практического врача, чтобы понимать, что он может выписать, по какой льготе. И как быстро пациент получит эти препараты. Ну, это хорошо. Я думала, что это все как бы сложнее процесс на самом деле. Насколько дорогостоящие сейчас препараты, да, бесплатные, которые получают люди? Ну, наверняка же, Анна Александровна, вы знаете, те же кардиопрепараты, да, какие-то для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. То, что входит в кардиопакет, это достаточно дорогостоящие препараты. И в среднем кардиопакет, это 4-5 препаратов назначается пациенту. И, в общем-то, получается в пределах 4-5 тысяч рублей, если их покупать в аптеке. Но иногда бывает, что и больше. То есть это на какой срок 4-5 тысяч? На месяц. На месяц всего? На месяц. На месяц, да. Понятно. А вот в этом пакете закладывается на какую сумму? То есть на любую? То есть требуется на 10 тысяч? Тоже, получается, на 10 тысяч человек может, да, получить? Конечно. На любую? Ну, вот кардиопакет, которым мы уже работаем второй год, и сейчас кардиопакет будут получать люди с определенными нозологами, мы знаем, какие это нозологи. И сейчас продлено действие кардиопакета на 2 года. То есть, как правило, это пациенты после перенесенных острых состояний. То есть это могут быть инсульты, это могут быть инфаркты, это может быть нестабильная стенокардия со стентированием, после операции аортокоронарного шунтирования. И очень важно, те пациенты, которые к нам доходят в малом проценте, это после радиочастотной абляции, фибрилляции предсердия. То есть это хирургическое нарушение ритма, которое делается не в крае, а за его пределами. Вот они приезжают из этих центров и пропадают. Хотя им положен кардиопакет в течение двух лет на сегодняшний день. Как они тогда получаются лечиться? Никто за ними не следит? Сами как получится? Ну, у меня вот всплыл буквально на днях пациент, которому 10 лет назад сделали РЧА. Ничего себе. Он не лечился ни у кого. Они не знают об этой услуге или как? Ну, может быть и не знают. Скорее всего, не знают. То есть федеральный центр, если его не уведомит, конечно, он может просто не знать. Его должны отслеживать, если вы его туда направили, врачи, то вы должны отследить, что этот пациент приехал и, соответственно, его вызывать. Но не всегда так получается. Понятно. Ну, бывает у нас часто, я так понимаю, что пациенты отказываются от соцпакетов. И потом бывает, что они приходят и на самом деле уже просят, верните нам этот соцпакет, достаточно ли это легко сделать. Вот, допустим, Анна Александровна, вы такое встречали, вот говорите, мужчина, да, появился. Что вы ему посоветовали? Как быть? Ну, ему необходимо сегодня обследоваться. И если он входит в ту группу льготную, то, естественно, ему назначат. Но он должен получить сегодня определенные обследования, то есть подтвердить или опровергнуть диагноз. И на основании этого, если в списке он есть, как человек, имеющий право на этот кардиопакет, он его получит. Ну, то есть все по-новому делать, да? А вот для других людей, да? Если пациент, например, у него произошло это событие, которое вот Анна Александровна о нем говорит. И если он уже получил на этот момент инвалидность и, например, отказался от набора социальных услуг, да, то для того, чтобы получать кардиопакет, либо любую лекарственную терапию по своему заболеванию... А у нас вот сколько таких заболеваний достаточно серьезных? Надо прийти в пенсионный фонд и написать заявление. И тогда он будет получать лекарственные препараты уже. Ну, я оговорюсь еще, что именно вот для тех граждан, которым показан, положен, либо не положен набор социальных услуг, значит, эти граждане входят туда по социальному признаку. Это инвалиды, это ветераны, это дети инвалиды, это семипалатинцы, чернобыльцы, дети войны и так далее. То есть они получают по социальному признаку и плюс по утрате трудоспособности, что касается инвалидов. И вот как раз эти граждане могут выбрать набор социальных услуг, либо отказаться от него в части лекарственного обеспечения в том числе. А как часто такое бывает, опять же, что вот отказался человек, и буквально там через месяц-два он пожелал. И вы восстанавливаете его или нет? Да, восстанавливает пенсионный фонд. Пациент приходит в пенсионный фонд, пишет заявление. И в течение трех недель он опять включается в федеральный регистр граждан, которые могут обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно за счет средств федерального бюджета. И вот в этот момент как раз есть такие случаи и неоднократные. Это как раз, говорю, те случаи, когда онкология, либо что-то, вот опять же, случилось сердечно-сосудистые заболевания, и пациент понимает, что ему дорого лечиться, да, каждый месяц отдавать по 5 тысяч где-то рублей в аптеку, хотя он может получить это за счет государства совершенно бесплатно. Вот смотрите, сейчас нас кто-то посмотрит, и вдруг человек решил сначала отказаться, а сейчас он посмотрит и подумает, нет, наверное, слушайте, я сохраню. Он еще успевает подать документы, заявления, это все сделать? Да, это можно сделать и до 1 октября, конечно, надо все это сделать. Но для инвалидов есть такая возможность и потом, для инвалидов. И потом это сколько? В течение какого времени? В любое время, инвалидам в любое время. А всем остальным гражданам до 1 октября. До 1 октября времени осталось меньше 10 дней, поэтому все-таки подумайте хорошенько, и, возможно, не стоит отказываться от лекарственных препаратов, достаточно дорогих, потому что завтра, там, послезавтра с вами может случиться какая-то проблема. Но я так понимаю, да, что мы говорим как раз об этом. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у меня в гостях были Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Алтайского края Светлана Попова, заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения региона. И говорили мы о наборе социальных услуг. Выбор вы должны сделать до 1 октября и написать заявление. Продолжение следует...